МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Их служба и опасна, и важна. Стаканчик чего? Вина. Что порой выносят сотрудники ДПС по долгу службы? Опасные капризы природы. О том, что способствует изменению климата в Тюменской области, поговорим с гостем в студии. Детский сезон открыт. Александр Сергеевич, служба! На сценах Тюменских театров ужили персонажи спектаклей для самых маленьких. О событиях, явлениях и людях. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Сегодня день российской госавтоинспекции. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ГИБДД поздравил губернатор Владимир Якушев. В его обращении говорится, важность для региона вашей ответственной работы сложно переоценить. Днем и ночью в любую погоду вы обеспечиваете порядок на дорогах Тюменской области, сберегаете жизнь и здоровье людей. Желаю всем вам счастья, здоровья, благополучия и успеха. Конец цитаты. Инспекторы, в свою очередь, пытаются ответить взаимностью. Однако, вместо слов, ежедневная работа. О ее результатах сегодня говорил гость программы «Утро с вами», главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Тюменской области Геннадий Лоточкин. За шесть месяцев текущего года в нашем субъекте идет снижение общего количества ДТП, общего количества погибших и общего количества раненых. Самое, если я хочу сказать, о детском травматизме тоже идет снижение детей, которые попали в ДТП, которые травмированы. И самое главное, мы сохраняем в жизни детишек. Порой инспекторы ГИБДД не покидают пост круглые сутки. Дежурят, как говорится, в режиме нон-стоп. За время вот такой нескончаемой службы можно увидеть всякое. Инспекторы ведь не только жезлом вертят им частенько, и в погонях приходится участвовать, а иногда даже роды принимать. Дарина Скорнякова побывала на одном из дежурств. Работа в режиме нон-стоп. За смену на этом посту сотрудники госавтоинспекции могут остановить до 300 автомобилей. Светлана Николаевича, обязательно на стояночку отдохните, а потом дальнейшее движение продолжайте. Такое пожелание ночью слышит каждый дальнобойщик, у кого документы в порядке, нет просроченных штрафов и перевеса, как у этого водителя. Нам же как позвонили, груз сколько, 20, то мы же не взвешиваем его при загрузке, сколько закидать, сколько закидать. За последние 4 года у дальнобойщиков всего 10 незначительных промахов. Но штраф все-таки неизбежен. Попадаются некоторые у нас и за 2-3 года у них свыше 100 нарушений. Подорванная репутация в основном у таксистов. Следующая проверка документов экстренная. Сотрудник полиции усомнился в подлинности водительских прав. Во-первых, водитель подтертость белая. На глаз плохо заметная. А в-третьих, шрифт. А в-третьих, это удостоверение старого образца. Еще и 70-го региона. Томичи нередко попадают в зону особого внимания ДПС. Последний случай в Тюмени был зафиксирован этой весной, когда полицейские практически в одну смену поймали сразу двоих мужчин с фальшивыми документами. Пару минут этот аппарат показывает, что все чисто. Дальше работа на выезде. Пост на московском тракте можно объехать. Бездорожье популярно у дачников. Подозрительный автомобиль на обочине сразу попадает в поле зрения сотрудников. Но документы в порядке. И мужчина может ехать дальше. На обратном пути полицейские видят картину маслом. Женщина на Киа двигается по встречной полосе. Старший смены буквально догоняет иномарку и просит документы. Но их у автоледи не оказывается. Сколько алкоголя сегодня выпили? Стаканчик. Стаканчик чего? Вина. Вина? Женщину отвозят на стационарный пост. Кстати, приключения у нее только начинаются по плану освидетельствования на степень опьянения. В этом случае неадекватное состояние было заметно и невооруженным глазом. Но часто сотрудникам полиции приходится принюхиваться, чтобы на трассе все-таки не происходили такие повороты. И на эту тему полицейские любят шутить даже ночью, будучи на смене. Два друга встречаются, один другого спрашивает. Типа, че, как? Да, сегодня гришники только с утра остановили. И че, типа. Да, ну че, говорит, как обычно, говорит. Задавал, говорит, глупые вопросы. И слушал, и нюхал мои ответы. Дарина Скорнякова, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. Далее из нашей рубрики «Теленавигатор» вы узнаете, по каким дорогам ездить, чтобы в пробку не попасть. Итак, не планируйте свой путь по 50 лет в ЛКСМ. На участке от Прямякова до Тульска идут работы по замене теплосетей. Два ряда закрыты для движения транспорта. Заторы могут возникнуть и на улице Мельникайте. От республики до 30 лет победы меняют асфальт. Такая же картина и на широтные работы будут идти на отрезки от Словцова до Щербины. Утром в понедельник в районе Дома обороны на Таврической, Белинского и Мискуе отключат сразу несколько светофоров. Будьте внимательны и счастливого пути. О дороге длиною в 50 лет жизни и о том, чем Тюмень американцев удивила, расскажем в кратком обзоре событий. Два центра «Мои документы» откроются в Тюмени к концу лета. Они заработают на улице Пышминская 1А и Артамонова 8. В них можно будет получить услуги по 160 направлениям. Записаться на прием, как и уже в действующих центрах, можно будет через интернет. Если нам просто вообще необходимо получить услугу, то у нас существует сеть на МСКОИ, на водопроводные, на Максима Горького, на Щербакова дополнительные. И вот в одном из этих филиалов в течение трех дней без проблем можно выбрать удобное для посещения времени и записаться. Сегодня в областной столице работают пять отделений МФЦ. Их услугами ежедневно пользуются до двух тысяч тюменцев. В основном они оформляют загранпаспорта и пенсии, получают материнский капитал и транспортные карты. Оценили перспективы дальнейшего сотрудничества. Делегации молодежи из Европы и Америки побывали в тюменском центре прототипирования. Там ребятам показали 3D-принтер эталонной точности. Таких в России не более 15 штук. Именно на нем можно напечатать имплантанты для человека, например, челюсть или позвоночник. Я раньше видел, но только в одном месте, потому что Станфорд, конечно, находится в Силакановой долине. И там есть очень много изобретательных, скажем, людей, которые используют такие технологии. Это очень удивительно и даже хорошо, что есть такая в Сибири и именно в Тюмени. Наш город молодые иностранцы намерены вновь посетить осенью. В сентябре Тюмень впервые станет площадкой для Стэнфордского российско-американского форума. Глав Тюмени «Нефтегаз» отмечает юбилей. И долгие годы это предприятие являлось крупнейшим в стране по добыче черного золота. В стране его называли коротко «Главк». В глав Тюмени «Нефтегазе» трудилось почти 450 тысяч человек. На месторождениях вдали от родных мест они зачастую испытывали информационный голод. Его утоляли писатели и журналисты, которые приезжали к нефтяникам и газовикам с творческими встречами. Мы решили собрать ветеранов, тех, кто в свое время за несколько строчек в газете мотался по Тюменскому северу и освещали ход событий обустройства, освоения недр нашего Тюменского севера. Иностранцы все чаще выбирают Тюменскую область для туристических поездок. И не только благодаря Тобольску и родине Распутина. Сегодня в Нижне-Тавдинском районе проходит информационный тур в рамках программы «Широкатов. Да, моя родная». Здесь есть немало интересного, что способно привлечь внимание как зарубежных, так и российских гостей. Их немножко еще пугает все равно Сибирь, что вот, а как вот мы туда поедем, как там туристическая инфраструктура и так далее. Вот многие как бы меня интересуются. В этом плане все субъекты Российской Федерации серьезно подтягиваются. И я думаю, что в ближайшее время и Западная, и Восточная Сибирь будет местом такого серьезного паломничества, как внутренних туристов, так и тех, кто будет приезжать из-за рубежа. Тем не менее, предпринимаемые усилия по развитию туристической инфраструктуры уже давно дают вполне конкретные результаты. Каждый год поток желающих отдохнуть в нашем регионе увеличивается в среднем на 25%. Чеменцы, как и многие россияне, любят попутешествовать. Вот как выглядит рейтинг предпочтений по местам отдыха этим летом. Первую строчку делят полуостров Крым и заграница. Курорты нашей страны в лидерах впервые. Последние лет 10 отечественному сервису предпочитали зарубежные. На третьей строчке Сочи и Черноморское побережье от Абхазии до Тамани. 12% с удовольствием бы посетили другие регионы России, а еще 11% готовы провести отпуск дома. Но судя по заполняемости в жаркие дни тюменских пляжей, отпуска жители региона проводят именно там. Еще пару дней назад в зонах отдыха яблоку негде было упасть. Статистика неумолима. Чем сильнее зной, тем меньше горожане думают о своей безопасности. Главное поскорее нырнуть в воду и не важно, разрешено в ней купаться или нет. Анастасия Макеева продолжит тему. Близко и самое главное, что пока бесплатно. Все наши пляжи стали уже практически платные. То есть вы здесь по этой причине? Да. На пруд Утина и Светлана Игнатьева с семьей ходят каждое лето. Правда, в этом году купаться здесь запрещено. Но это не делает водоем менее популярным. Тюменцы привыкли купаться там, где удобно, а не разрешено. Отсюда печальная статистика. Так, к одним из самых опасных водоемов в городе можно отнести Туру с ее сильным течением. В прошлом году река забрала жизни девяти человек. Есть тихие места, то есть заводи, а есть трижневые, где более сильное течение, скорость течения. Но, соответственно, где больше скорость течения, там и вода, разная температура воды. У человека такие перепады вызывают судороги и переохлаждение. Уже много раз инспекторы спасали жизни тем, кто пытался переплыть Туру даже в самом узком месте. Другую опасность коварная река хранит на самом дне. Многое что-то затоплено, даже мы не знаем, что здесь находится. Вымывает эти железные всякие конструкции, железобетонные. Где-то свалка была, выбрасывали раньше бетонный, цемент даже. Опасности таит и дно озера круглое, что на мысу. Такие глубокие ямы, как в этом водоеме, не в каждой речке встретишь. Это озеро специально было раньше для барж. Осенью баржи все собирались там, к весне готовились, чтобы потом весной возить груза. Там углубленная, то есть там стоял земснаряд, там глубина до 20 метров. Плохая слава теперь и у пруда Южный. За короткий срок здесь утонули уже два человека. По словам местных жителей, в этом водоеме бьют холодные ключи. И в жаркую погоду организм не выдерживает нагрузок. Чтобы их снизить, специалисты рекомендуют входить в воду постепенно. И лучше во время отдыха на воде воздержаться от плотных обедов и ужинов. Алкоголь рекомендуют исключить вовсе и соблюдать правила безопасности, даже если вода ваша вторая стихия. Ведь, как часто бывает, многие из тех, кого не удалось спасти, умели хорошо плавать. Анастасия Макеева, Евгений Проскурюков, Алексей Безделов. Тюменское время. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Тюменская область стала пилотной площадкой для реализации программы ОМС+. Теперь, вдобавок к обязательному, каждый человек сможет приобрести дополнительный полис, по которому доступна врачебная помощь детям до года прямо на дому и консультирование пациентов по видеосвязи. Понятно, что это скорее мера профилактики. И если что случится, то ни на какую компенсацию вреда здоровью рассчитывать не придется. Для этого нужна совсем другая медицинская страховка. Какая именно, подскажет Ирина Акопян. Мимо летят бревна, березы, а ты летишь прямо. Виталий летает на своем мотоцикле уже пять лет. Любовь к экстремальным соревнованиям и связала его с добровольной медицинской страховкой. Обязательный вид не покрывает все риски. Поэтому Виталий ежегодно платит полторы тысячи рублей, чтобы в случае неудачного полета получить компенсацию в размере до 100 тысяч. Это самая настоящая необходимость, потому что, не дай бог, случается что-то. Это серьезные финансовые затраты, и мы все уповаем на наши страховые компании. Сегодня надеются на добровольное страхование также сотрудники крупных промышленных предприятий, особенно если производство вредное, а также мигранты. Последние, чтобы иметь доступ к российской медицине, платят в год от одной до четырех тысяч рублей. Чем выше цена, тем шире перечень медицинских услуг. Для большинства добровольное страхование – необходимость, но бывают исключения. Молодые отцы семейства начали больше интересоваться страхованием собственной жизни, потому что понимают за собой ответственность, что не дай бог с ними что-то случится, и их семья останется без клева. В борьбе за клиента страховые компании придумывают все новые и новые продукты, даже с учетом региональных особенностей. Например, в нашей области очень популярна страховка от укуса клеща. Платишь буквально 250-300 рублей, и можно спокойно отправляться в лес. Только будьте бдительны, в договорах тоже есть свои дебри. Случаи-исключения, которые не являются страховыми. Как правило, исключениями являются алкоголь, нетрезвое состояние, то есть все страховые случаи, произошедшие в этот момент, наркотическое опьянение. Если были случаи самоубийства, это тоже не относится к страховым случаям. Перечень условий договора во всех компаниях разный, и по негласному правилу маркетинга консультант говорит о нюансах в последнюю очередь, если вообще упоминает пункты, прописанные мелким почерком. Ну, понимаешь, я тебе скажу так, но мы, спортсмены, редко читаем какие-то мелкие вещи, да. Надеемся на удачу. Удача не поможет и в случае, если вы решите расторгнуть договор со страховой преждевременно. Желание клиента в данном случае слабый аргумент для возвращения денежной суммы. Но чтобы такой порыв не возник в принципе, доверяться стоит крупным игрокам и выполнять свои обязательства. Если все условия договора соблюдены обеими сторонами, а тот самый страховой случай произошел, то вам обязаны выплатить денежную сумму. Если же возникли недоразумения, то закон о правах потребителя на вашей стороне. Ирина Акопян, Дмитрий Ларичев, Шуменское время. В Тюмени заметно похолодало. А все потому, что к нам приблизился активный циклон. Пришел он из европейской части России, оттуда, где всего пару дней назад сразу несколько городов просто залило дождями. Среди них Москва, Курск, Казань, а теперь еще Челябинск и Екатеринбург. В Тюмени принесенный холодный воздух столкнулся с горячими воздушными массами, которые до этого оставил азиатский антициклон. В результате образовался температурный контраст. Вот он-то и спровоцировал появление грозовых туч и сильного порывистого ветра. Температура воздуха резко начала снижаться. Почему погода в Тюменском регионе такая непредсказуемая? И стоит ли нам ждать глобального изменения климата? Об этом поговорим с участником Международной конференции Арктика-Субарктика, профессором-исследователем Финского метеорологического института Сергеем Зелетинкевичем. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. Хотелось бы начать с вопроса о климате нашего Тюменского региона. Вот буквально два дня назад температура составляла 35 градусов. Все изнывали от жары. Сегодня уже 15, а на выходные все 11, обещают. Вот невольно возникает вопрос, что там на небе происходит? Расскажите вот с точки зрения науки. Можно это как-то объяснить? К этому есть основания. Ну, бесспорный факт, независимо от того, это природного происхождения или от людей зависит, антропогенного происхождения, происходит потепление климата. Оно очевидно, оно есть. Теперь, на фоне того, что происходит потепление климата, по сравнению с устойчивым режимом, значит, система выведена из привычного ей устойчивого состояния. Любая система, когда она привыкла к своему состоянию, ну, в ней и всплески меньше. А если ее вывести, в ней и большие аномалии. Вот простая причина. То есть одно и одно из самых, на самом деле, неприятных для людей последствий потепления климата, собственно, даже не само по себе потепление иногда, а частота экстремальных явлений, сильные ветры, дожди, волны тепла или холода, вот примерно такая вещь. Так что это обосновано, что это происходит теперь чаще, чем раньше, и что следы беспокоятся по этому поводу. Вот если говорить все-таки о причинах таких событий, явлений, вот насколько мне известно, как раз на конференции вы обсуждаете проблему потепления в арктическом регионе. Вот влияет ли он как-то на Тюменскую область? Он существенным образом влияет, ну, потому что вот такие аномалии, резкие изменения температуры, а с ними сопряжены и всякие другие явления, и грозы там, и всякая всячина, они связаны с вторжениями воздуха. Ну, если в Арктике сильно изменилось, то арктические вторжения более сильно проявлены. Так что бесспорно, Арктика, Тюмень не так далеко от Арктики. Я вот живу в Хельсинки, там тоже арктическая пылость. Была очень холодная погода, была в течение всего июня и второй половины мая. Просто арктическая погода была, совсем холодно. Если говорить о теориях, которые в последнее время выдвигают различные ученые, о том, что скоро грядет конец света. И одной из таких вот теорий является наводнение, да, потоп, его можно называть по-разному. Но, тем не менее, все говорят о том, что если в Арктике будет глобальное потепление, будет таяние ледников, будет потоп. Но при этом вот этот западно-сибирский пласт, низменность, останется нетронутой. Да, конечно, нужно опасаться поднятия уровня воды, потому что если происходит таяние льдов, то уровень поднимается. Но все это циклические процессы, и потепление, и похолодание циклические процессы. Я не вижу здесь такого драматизма. Драматизм состоит в том, что климат меняется, бесспорный драматизм. Огромный драматизм. Есть в другой проблеме, что воздух загрязняется, а люди, большинство человечества живет в городах, сейчас больше половины человечества живет в городах, а в ближайшее время больше половины, все больше и больше будут жить в гигантских городах, как это называется, в мегаполисах. Мегаполисы сами себе выстраивают климат, уже помимо того, что там сверху происходит в глобальном масштабе, сами себя греют очень сильно, до 10 градусов в среднем за год. А самое главное, что они сами себя загрязняют. Ну, трафик загрязняет прежде всего. А кроме трафика и всякое другое. И люди дышат загрязненным воздухом. Вот сейчас, в настоящее время, пока это еще не дошло до катастрофических размеров, ежегодно умирает более 3 миллионов человек в год от того, что они дышат загрязненным воздухом в мегагородах. 3 миллиона в год преждевременно умерших людей. Это кое-что. И вот это более серьезно. Вот это настоящая катастрофа, а не мифические годы. Не мифический год, всемирный поток, а потоп. Что ж, Сергей Сергеевич, спасибо вам за необычную, интересную беседу. Будем ждать итогов встречи. Вам всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. А я напомню, что о погодных явлениях, связанных с изменением климата, в том числе в нашем регионе, мы говорили с профессором-исследователем Финского метеорологического института Сергеем Зелетенкевичем. Тюменские пенсионеры зажигают. Раз в неделю на Цветном бульваре танцы до упада. Поучаствовать в них может любой желающий. Некоторые горожане ходят на танцплощадку с 50-х годов прошлого века, когда еще был горсат. Говорят, танцы продляют им жизнь и заряжают позитивом на целую неделю. Я не натанцевалась, если я с мужчинами потанцевала. А с ней у нас, по-моему, нам же надо уж отдаться танцам, так чтобы это было все-таки, как сказать, по-нашему, по-российски. Вот такие наши российские женщины. На танцы тюменки одеваются как на бал, поскольку уверены, кто красиво отдыхает, тот хорошо и работает. А далее информация для тех, кто уже хорошо поработал и собирается также отдохнуть. Ирина Кейстерева подобрала для них самые увлекательные события выходных и прямо сейчас готова о них рассказать. Сестра русской матрешки. Так говорят о японской кукле Кокеси. Ее вырезают вручную, и на станках в ход идет вишня и клен. Полюбоваться на восточных красавиц в кимоно приглашает музей Зо. С 1945 года в Японии производство Кокеси стало массовым. В наши дни это популярный сувенир. Характерная особенность куклы – отсутствие рук и ног. Этим она и напоминает матрешку. Стоимость восточной игрушки может доходить до 3000 долларов. Может быть, поэтому в нее чаще играют взрослые, чем дети. Его работы украшают кабинет губернатора Ленинградской области и даже Национальный музей Австралии. Настолько многогранен талант художника. Тюменцам представляют коллекцию Алексея Рычкова «Православные храмы России и мира». Это картины, от которых невозможно оторваться. Уже в 20 лет он работал в Париже, Польше и Финляндии. А в Петербурге Рычкова сравнивают с Айвазовским за реалистичность картин. Софийский собор Великого Новгорода, церковь в Кижах, Дмитриевский собор – шедевры храмовой архитектуры 17 российских городов. Точны словно фотографии. Тюменский драматический закрыл 157-й театральный сезон. И это значит, что сцена свободна. В эти выходные ее займут столичные актеры. Комедия «Младенец на прокат» – хороший способ провести вечер культурно. Постановка окунет вас в атмосферу Америки 50-х годов. На Бродвее переполох. Актриса хочет в отпуск, поэтому инициирует беременность. А потом и вовсе берет на прокат ребенка. Смеяться до слез вас заставят заслуженные артисты России Сергей Дроботенко и Наталья Харахорина. Индийская традиция полюбилась горожанам. Во второй раз этим летом тюменцев приглашают раскрасить выходные на фестивале «Холи». Зеленый газон стадиона «Локомотив» станет еще ярче. Волна красок идет в 15 городах России. В нее уже окунулись головой Курган и Волгоград. На очереди Тюмень. Надевайте белые, покупайте пакетики с краской. Организаторы предупреждают – водной битвы не будет. Поэтому отстирывать вещи придется самостоятельно. У меня на этом все. Ярких и насыщенных вам выходных. И каждый уикенд открывайте для себя что-то новое. Ирина Кистерева, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. На этом у меня все. Занятных вам выходных и только хороших новостей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok